Противоречие 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 Противоречие, она всегда в связи между нами, или также, когда я теряю возможность сказать, нет никого, кроме него, это уже противоречие. Что называется противоречие? Хорошо, хорошо, красиво спросил. И то, и другое. Но главное — это противоречие в том, что мы раскрываем, насколько нам ещё нужно быть более сплочёнными. По сути, в этом само понятие созидания. Нам не нужно себя строить. Нам нужно строить связь между нами. От разбиения до маришон. Это всегда должно быть перед глазами. Это, ну, Вавилонская башня, разрушенная. Ту, которую мы должны построить. Когда были все народы мира, все вместе были объединены вместе в этой красивой башне. И она разрушилась. Почему разрушилась? Потому что недостаёт участия естественного среди тех, кто её строил. и строили её все. Все народы мира находились в этой Вавилонской башне. Почему она разрушилась? Ну, Вавилонская башня — это, ну, это как бы структура Адама решён. Что мы должны делать? Мы должны к этому добавить только наше внутреннее участие, внутреннее наше объединение, то, чего не хватило, не хватало. Окей, ещё одна вещь. Что за строение, которое он говорит? Что это такое? Строение, созидание — это создание десятки. Создание к Душе святости — это сила отдачи, желание получать. То есть желание получать, которое объединено с другими, ну, желательно в десятке. То желание получать, которое там проявляется между ними ради отдачи каждого по отношению друг к другу, всех друг к другу, то такое желание получать в десятке и становится цельным, совершенным. И оно называется Творец. А в отношении этого созидания, что значит старец, что такое молодое в отношении в созидании десятки? Старцем называется тот, кто в пути, тот, кто понимает и чувствует, обладает опытом. И, как и сказано, старцы — это те, кто привычный к работе Творца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова